Мальцева Наталья Викторовна, Игнитко Вячеслав Викторович. Мальцева Наталья Викторовна, семейный консультант, член Харьковской ассоциации семейных консультантов, председатель Харьковского института семьи. Доброе утро, уважаемые коллеги. Тема доклада нашего – это вопрос «Относится ли психологическая помощь к сфере услуг?». Прежде чем ответить на этот вопрос, мы предлагаем провести разграничение самих понятий «услуга» и «помощь». В большинстве словарей неэкономического профиля эти слова рассматриваются как частичные синонимы. Однако сфера услуг – это сугубо экономическая категория. Поэтому, говоря об услугах, мы будем подразумевать, что один человек – заказчик, оплачивает другому человеку-исполнителю некоторые профессиональные действия, которые тот не делал бы бесплатно. В случае услуги заказчик полностью и зачастую гораздо лучше исполнителя представляет себе результат, который он ожидает. При этом исполнитель обязан максимально точно понять и выполнить все ожидания заказчика. Только тогда он получит деньги. В случае же оказания психологической помощи клиент часто даже не может четко сформулировать свой запрос. Это целый этап работы. Клиент полагается на профессионализм специалиста, к которому он обратился за помощью. Я предлагаю провести такой мысленный эксперимент, представив себя в двух ситуациях. Одна ситуация – это когда вы приходите в ресторан и заказываете обед официанту. А другая ситуация – когда вы нуждаетесь в помощи, например, медицинской, приходите к врачу. Прислушайтесь к своим ощущениям. В какой ситуации вы являетесь хозяином положения? Фактически речь идет об иерархии в отношениях. В случае оказания услуги заказчик занимает более высокое положение по отношению к исполнителю. Специалист, обслуживающий клиента, старается выполнить все его пожелания, насколько это возможно. Одни поговорки, чего стоят, клиент всегда прав, за ваши деньги все что угодно. Обслуживать, услуживать и угождать – это основа основ сферы услуг. В случае оказания помощи специалист занимает иерархически более высокое положение по отношению к тому, кто за этой помощью обратился. Любые попытки клиента определить отношения по-своему, побороться за власть со специалистом, скорее всего, будут интерпретированы как защита, сопротивление или непродуктивный стиль поведения. При этом психолог всегда, при любых обстоятельствах, будет поддерживать в человеке его личностное начало, формируя его позитивные ожидания и развивая его способность самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Если бы так работал портной, то клиент сам бы краил, пришивал пуговицы, вставлял молнию, при этом бы он ощущал, что делает какие-то достижения и ощущает личностный рост. Итак, если в случае оказания услуги отношения определяет клиент, то в случае оказания помощи эта роль принадлежит специалисту. Это первое существенное различие между услугой и помощью. Несомненно, каждый может вспомнить, как милая продавщица помогла определиться с выбором платья или внимательный менеджер по продажам помог подобрать необходимые стройматериалы для ремонта. В обоих случаях мы воспринимаем эти услуги как помощь, и не только потому, что не платим за них по прескуранту. Дело даже не в том, что подобная доброжелательная услужливость уже включена в цену товара. Несмотря на простое человеческое желание помочь, ведущий мотив при оказании услуги – это получение прибыли. При оказании же помощи ведущим мотивом является уменьшение страданий человека. Это, естественно, не исключает мотива удовлетворения специалистам своих материальных потребностей. Но приоритет мотивов с точки зрения этики отношений и эффективности к профессиональной позиции, на наш взгляд, должен быть именно таким. В такой разнице ведущих мотивов извлечение прибыли и уменьшение страданий человека заключается второе существенное различие между услугой и помощью. Третьим существенным различием между услугой и помощью является глубина взаимоотношений специалиста с клиентом. Помощь всегда предполагает предпосновение к личности человека, к его душе. Она основана на сочувствии, сопереживании, сострадании, в то время как услуга предполагает простое выполнение социальной функции. Иначе говоря, помощь всегда субъектна, личностна, тогда как услуга объектна, инструментальна. Поэтому в помогающих профессиях достаточно часто встречается волонтерство. Можете ли вы, например, представить себе, что к вам домой пришел сантехник-волонтер? Наверное, с трудом. А вот в психологии, медицине, образовании волонтерство широко распространено. В этой связи вспоминается доклад коллег из Москвы, Галины Тимошенко и Елены Леоненко, которые они сделали на конференции «Экстрим и контроль». В своем докладе они раскрыли этимологию слова «психотерапия» как «лечение душой». Так же, как, например, слово «криотерапия» — «лечение холодом». В отличие от слова «психиатрия», означающего «лечение души», точно так же, как «педиатрия» — «лечение детей». Итак, на наш взгляд, эти три существенных различия между услугой и помощью являются сутью этической позиции практического психолога, как и любого специалиста, помогающего профессии. Без их ясного понимания никакие писанные этические кодексы не защитят обращающегося за помощью человека от корыстного и недобросовестного горе-профессионала. Проанализировав такие понятия, как коммерческая услуга и психологическая помощь с точки зрения иерархии, участия в процессе, представление о конечном результате, мотивации и глубины отношений, можно сделать вывод, что эти понятия принадлежат к различным профессиональным сферам и пересекаются лишь в плоскости наименований. Что мы имеем в виду? С одной стороны, сфера услуг активно эксплуатирует понятие помощи, манипулируя этическими чувствами людей и делая на этом деньги. Особенно часто это встречается в рекламе. Разве не красиво звучит? Мы поможем вам подобрать первоклассную мебель для дома и офиса. Сравните с другим вариантом. Мы обслужим вас, продавая вам дорогую мебель. Второй честнее, но вряд ли может кого-то расположить к себе. Даже на уровне общения с простым продавцом современное «чем могу помочь» напрочь вытеснило старинное «чем могу служить». С другой стороны, сама психология не спешит защищать свою территорию. В ней до сих пор отсутствует собственный термин, определяющий человека, обратившегося за помощью. Первоначально из медицины было заимствовано слово «пациент» в психотерапии. Впоследствии гуманистические психологи, пытаясь отойти от концепции болезни, заимствовали из коммерческой сферы слово «клиент». Попробуйте на несколько секунд задуматься и предложить другой термин, способный заменить слово «клиент». Это само по себе нелегко. Возникает вопрос. Если коммерческая услуга и психологическая помощь – вещи несовместимые, как же тогда может существовать частно практикующий психолог, который берет деньги за прием? Думаю, что каждый, особенно в начале своей профессиональной деятельности, испытывал затруднения с этим, задавая себе вопросы. За что я беру деньги? Немало ли беру? Немного ли? Как оценить мою работу? Не секрет, что практически все молодые психологи стремятся в начале своей профессиональной деятельности поработать в госучреждении или частной структуре, но под чьим-то руководством, либо на волонтерских началах. Нам кажется, что это связано с тем, что молодые специалисты чувствуют. В оказании психологической помощи есть нечто глубинное, моральное и личное. Возможно, у них есть ощущение, что до тех пор, пока они недостаточно зрелы и личностно, и профессионально, они не имеют морального права брать деньги. Работая по найму или же на добровольных началах, молодые психологи ощущают себя нужными и помогающими, даже не обладая пока высоким уровнем квалификации. Более того, им не приходится решать вопрос оплаты. Значит, игру за ответственность в случае промахов и ошибок, которые неизбежны в начале профессионального пути, ложится не только на их плечи, но и на плечи работодателей. К тому же они получают возможность профессионального роста и, как следствие, профессиональную уверенность, первую ступеньку к мастерству. Постепенно становясь мастером своего дела, все меньше сложностей возникает вопросов, связанных с оплатой труда. Нет ничего необычного в том, что мастер берет плату за свою работу. Либо это плата, либо вознаграждение, либо гонорар. Труд мастера имеет ценность, а не цену. Если бы это было не так, то тогда можно было бы ввести фиксированные тарифы или пресс-курант, как в ресторане. Например, сбор информации 3 гривны, прояснение запроса 5 гривен, одна интервенция 7 гривен. Понятно, что так никто не работает. Настоящее мастерство всегда личностно. В достаточной степени бескорыстно и насыщено творчеством. И как ни парадоксально, именно это делает мастера высокооплачиваемым специалистом в своей области. Итак, психологическая помощь не может быть коммерческой услугой. Но психологическая помощь может быть бизнесом. Если понимать бизнес и его первоначальном значении, деятельности, активности, сферы ответственности, дело с большой буквы, то практический психолог, помогающий людям избавиться от страданий, использующий для этого все свое мастерство, является самым настоящим бизнесменом. Его бизнес — это творческая мастерская, в которой он реализуется как профессионал, оказывая помощь тем, кто к нему обращается. В заключение хочу отметить, что темы предыдущих конференций организаторы задавали как противопоставление понятий. Творчество и бизнес — это те понятия, которые для нас не являются противоположными. Они очень близки и взаимосвязаны. И с позволения Тани я хочу пригласить всех желающих на обучающуюся программу по семейному консультированию. Я руководитель Харьковского института семьи, и по окончании этой программы вы получаете сертификат семейного консультанта, и мы единственная организация на Украине, которая имеет право лицензировать семейное консультирование семейного консультанта. Если кому-то интересно, можете подойти, более подробно расскажу о программе и записаться на курс. Спасибо. Спасибо.